Студия «Медиакнига» представляет Наталья Мамлеева Наследник для владыки драконов Часть первая Читает актриса Алла Човжик Пролог Диаронт владыка Теомириса Я буквально влетел в обитель Оракула, сменив апостаси, оглядевшись. Послушники в белых балахонах расступились передо мной, склоняя голову. Пройдя дальше по коридору, я поднялся на башню по винтовой лестнице. На самом верху за столом сидел Орвальд, почтенный старец в незрачном одеянии. Его глаза были закрыты, а рука распростерлась над хрустальным шаром, в котором я не видел ничего, кроме клубящейся мглы. «О, великий старец, почти разговором своего владыку», произнес я насмешливо и подошел ближе к столу, наклонившись к Оракула. «Где мой наследник?» «Ваше Величество, не собираетесь ли вы с меня стребовать супружеский долг?» Открыв глаза, кинул меня не менее ироничным взором Орвальд. «Уморительно», склонил я голову на бок. «Ты ведь понимаешь, что мы на грани войны Саронской империи. Я взял в жены принцессу, но, несмотря на заверение целителей, что мы оба здоровы, мы никак не можем произвести насвет наследника, который станет залогом мирных отношений между нашими империями». «Дитя мира», — задумчиво произнес Орвальд. «Да, ты его так назвал», — кивнул я. «Три года назад. Сказал, что спасти от войны нашей империи сможет только ребенок мира». «Помню, помню. Вы именно так трактовали мои слова». Кивнул изрядно раздражающий старец и причмокнул. «Так что, наследник никак не появляется, а вы хорошо стараетесь, Ваше Величество». Орвальд с нажимом произнес, я и мужчина пожал плечами. «Мало ли, может быть, в ваших отношениях с женой не все гладко. Часто ли вы заглядываете к ней в спальню?» «Достаточно», — заверил его я. «Пусть этот брак был заключен из политических соображений, но Раванна — привлекательная женщина». «Да-да, принцесса демонов на редкость хороша», — согласился старец, улыбнувшись. «Чтобы он понимал. Но, Ваше Величество, помните ли вы о магическом принципе наследования?» «Конечно, я помнил и всегда принимал соответствующий мир, чтобы обезопасить себя от ненужных последствий». «Следующий наследник рождается только после того, как родился предыдущий. Две женщины не могут зачать одновременно от одного и того же магически одаренного мужчины», — ответил я. «Природа обезопасила себя, чтобы анивелировать численность магов». «Вот и ответ, Ваше Величество», — кивнул Оракул. «Императрица не может забеременеть, ведь у вас уже есть нерожденный наследник». «Этого не может быть», — со злой усмешкой произнес я. «Я верен своей жене. Беременность, насколько мне известно, длится девять месяцев, а я жена три года». «Чудесная математика, владыка», — радостно кивнул Орвальд. «Скинуть бы его со скалы, да жалко старика». «Но слышали ли вы, что время в разных мирах течет по-разному?» Я застыл. «Конечно, я знал об этом, теоретически, но при чем тут...» «Вы хотите сказать, что где-то в другом мире есть девушка, что носит под сердцем мое дитя?» — уточнил я, нахмурившись. «Ну, как такое возможно?» Старец уже был и хотел выдать ехидные замечания, но я поднял руки вверх. «Разумеется, я знаю, как рождаются дети, но я всегда магически предохранялся». «Всегда ли?» — прищурившись, спросил Орвальд. «Я уже хотел возмутиться, но застыл». «Один раз нет, но это был сон. По крайней мере, сначала я так думал, пока наутро не понял, что все случившееся явь. Но сколько бы я ни искал, ту девушку найти не мог. Помнится, тогда Орвальд тоже не дал мне никаких ответов. А теперь смотрит так, словно все знает, словно так их планировал». «Пять лет назад вы пришли ко мне, владыка, с просьбой». Тоже вспомнил Оракул и туман в хрустальном шаре под его рукой рассеялся. «Я нашел ту девушку. И она носит ваше дитя». «Разве такое вообще возможно? Но вот смотря в лицо этой знакомой незнакомки, понимаю, что возможно».